Вы 100% удивитесь, когда узнаете, как просто приготовить эти потрясающие бейглы. Разница от обычного рецепта в том, что, во-первых, вам не понадобится дрожжи, а во-вторых, вам не нужно будет их варить. А еще вы можете приготовить их на завтрак, на перекус, или просто взять с собой на работу на следующий день. Также вы можете сделать абсолютно любую начинку, намазать их творожным сыром или маслом, положить кусочек рыбы или ветчины. Сверху вы можете положить абсолютно любые овощи, например, помидоры или просто зелень. Ну а для завтрака идеально подойдет мое любимое яйцо пашот. Ну и настало время рассказать вам, как готовятся эти потрясающие булочки. Если вы впервые попали на наш канал, то добро пожаловать, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы видеть наши видео первыми. Итак, нам понадобится 300 грамм просеянной муки. Туда добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и 1 чайную ложку соли. Все тщательно перемешиваем. Далее добавляем 150 грамм творожного сыра и руками замешиваем тесто. На этот объем продуктов у нас ушло 1,5 яйца, мы добавляли их постепенно. И как раз еще оставшиеся половины яйца можно смазать булочки сверху для того, чтобы посыпать их кунжутом. Когда замесили тесто, накрываем его пленкой и ставим в холодильник на полчаса. Перед тем, как формировать булочки, мы добавили ложку растительного масла. Еще раз его тщательно перемешали и разделили на 8 частей. Тесто должно быть плотным и легко лепиться руками. Также оно не должно липнуть к рукам. Если вдруг такое у вас происходит, просто добавьте немножко масла либо муки. И когда мы тесто разделили на 8 условно равных частей, нам остается раскатать тесто руками в виде колбаски и свернуть его в бублик. Сразу выкладывайте бегла на противень с пергаментной бумагой. И чтобы они получились красивой румяной корочкой, смажьте их яйцом и сверху присыпьте кунжутом. Мы выпекали беглы в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Как только они подрумянились в духовке, доставайте их, накрывайте полотенцем и дайте им время остыть. Ну вот и все. Можете наслаждаться вкуснейшей домашней свежей выпечкой. Приятного аппетита!